Звезды врут. И не только астрологам. С этими-то и их прогнозами все понятно. Иногда они врут еще и астрофизикам. Вообще, много раз уже было так, что какая-то звезда, за которой ученые наблюдали, сбивала их с толку своим поведением, и в итоге люди приходили к ошибочным выводам. Но сегодня мы фокусируемся на конкретном этапе — на конце жизни звезды, и в особенности на сверхновых. Одно из самых мощных событий во Вселенной — вспышка, которая по яркости может сравниться с суммарной яркостью целой галактики, фабрика тяжелых элементов и так далее, и так далее. Все это мы уже много раз слышали, как, например, и следующее утверждение. Звезды с массой больше восьми солнечных заканчивают жизнь вспышкой сверхновой. Правда ли это? Правда. Но на самом деле только отчасти. После восьми солнечных масс еще остается огромный диапазон звезд по массе. процессам. Наверное, не покажется удивительным, что в звездах массой в восемь солнечных и в двести пятьдесят солнечных могут протекать разные процессы. Звезды отличаются по составу, они могут быть одиночными или, например, двойными, и конфигурации двойных систем разные, разные компаньоны на разных орбитах и так далее. Поэтому есть разные типы сверхновых, но сегодня я буду говорить не о них, о двух явлениях, связанных со сверхновыми. Во-первых, это сверхновые импостеры. Это неустаревшая отсылка к Амогусу. Они буквально так и называются. Вот, пожалуйста, заголовки научных статей об этом явлении, но это все же английский термин, а на русском они называются псевдосверхновые. Эти импостеры нас и обманывают. Во многом выглядят как сверхновые, но на самом деле ими не являются. А второе явление — это так называемые неудавшиеся сверхновые. Ситуация, при которой мы ждем вспышку сверхновой, но ее не происходит, и звезда просто исчезает, будто ее и не было никогда. Но давайте поговорим о каждом из этих явлений поподробнее. Там много всего интересного. Ну а я Андрей, и вы на канале Космос просто. И как всегда напоминаю, не забывайте подписаться на мой Телеграм-канал и группу ВКонтакте, чтобы оставаться на связи. Все ссылки в описании. В прошлом мастер-обзоре я рассказывал о компании, которая собирается запускать людей в стратосферу на шарах вот с такими кабинами. Круто было бы, конечно, своими глазами увидеть почти космическую черноту неба и посмотреть на Землю с такой высоты. Но 125 тысяч долларов? О, а тут ведь Альфа-Банк, полностью перезапускает свою кредитную карту с новыми условиями. Ну ладно, 125 тысяч долларов, даже для такой красоты, это, конечно, все равно слишком дофига. Но вот условия по карте действительно уникальные. Этот выпуск выходит при поддержке Альфа-Банка. Если раньше условия были 100 дней без процентов, то теперь это целый год. Больше нигде на рынке нет предложения с таким длительным периодом. И это еще не все. По карте бесплатное вечное обслуживание, и ее доставят бесплатно куда угодно. Переходите по моей ссылке в описании и оформляйте кредитную карту от Альфа-Банка с целым годом без процентов и бесплатным обслуживанием. Вот картинка с эволюцией звезд из энциклопедии Британика. Судя по этой картинке, у звезд всего два основных пути. Звезды средней и малой массы, это примерно до 8 солнечных масс, в конце жизни становятся красными гигантами, а затем оставляют после себя белый карлик. А вот все более массивные звезды в конце вспыхивают сверхновой, и после остается либо нейтронная звезда, либо черная дыра. Ну и наверняка у многих людей примерно такое же представление, как показано на этой картинке. Но само собой все не так просто. На канале Космос просто. Здесь не показаны двойные системы, разные типы сверхновых и так далее. С другой стороны, далеко не все объекты, которые мы видим во Вселенной и которые достаточно быстро и очень сильно увеличивают яркость, это сверхновые. Подобные явления, транзиенты, бывают разные. Самое очевидное, кроме сверхновых, есть просто новые. Для нас на Земле это тоже выглядит как очень сильное увеличение яркости. Или вообще появление новой звезды на небе при наблюдении невооруженным глазом. Но только это не вспышка в конце жизни массивной звезды, а вспышка белого карлика в двойной системе, который перетянул на себя достаточно массы со звезды компаньона. Но все же новую от сверхновой мы отличить можем достаточно просто. Хотя бы потому, что новые события не такие мощные и они гораздо тусклее. Далее, после такой вспышки на белом карлике, сам карлик, как правило, остается. Более того, вспышки новых могут повторяться много раз. Ну и еще их легко отличить по кривой блеска, или потому, как во времени меняется яркость объекта. У этих событий кривые блеска отличаются. Но вот с псевдо-сверхновыми уже не все так очевидно. Вот две туманности. Обе были образованы звездами, но только одна из них настоящий остаток сверхновой, а вот вторая как раз импостер. Слева остаток настоящей сверхновой Кеплера или SN1604. Звезда, которая ее образовала, погибла. А вот справа знаменитая эта киля. В центре этой биполярной туманности звезда, которая эту туманность и образовала. И она вполне себе еще жива. Хотя, учитывая, что она вытворяет такие штуки, ей явно уже поплохело, но она все еще там. И это не черная дыра, не нейтронная звезда. А вообще звезда в центре там двойная. Эта киля, наверное, самый известный и вообще единственный обнаруженный по сей день представитель псевдосверхновых в нашей галактике. Само событие наблюдалось уже достаточно давно. В середине 19 века звезда эта в созвездии Киля резко увеличила свою яркость. Событие, которое известно как Великая Вспышка. Это событие вначале можно было принять за сверхновую. Однако теперь, уже почти два века спустя, мы видим, что звезда по-прежнему на месте. Да и период повышенной яркости у звезды продлился гораздо дольше, чем это обычно бывает у сверхновых. В данном случае примерно два десятка лет. А потом она снова упала. Наблюдаемая сейчас туманность с красивым названием гомункул образовалась именно во время этой вспышки и выброса вещества. Звезда тогда могла потерять значительную часть своей массы. Псевдосверхновая это не просто яркая вспышка, которую можно спутать с настоящей сверхновой. Как я уже говорил, типов сверхновых у нас несколько. Так вот, импостеры, как правило, можно спутать именно с одним конкретным типом сверхновых. Это тип 2N. Сверхновые типа 2 – это сверхновые с коллапсом ядра. Хотя их тоже несколько видов. Но вот в целом это, скорее всего, примерно то, о чем мы думаем, когда слышим о сверхновых. Массивная звезда в конце жизни, когда топливо, в кавычках, для термоядерных реакций в ядре заканчивается, и в итоге происходит коллапс ядра. Но вот буква N в названии типа означает narrow – узкий. Это говорит о том, что в спектре такого события присутствуют узкие спектральные линии. Как мы помним, разные атомы и молекулы поглощают или излучают на разных длинных волн. И когда мы разлагаем излучение от какого-то источника на спектр, это проявляется в виде уникальной картины из линий. Так мы определяем химический состав, но не только его. Еще сами линии могут меняться. Одна и та же линия может стать шире или уже. Так вот, узкие линии в спектрах таких сверхновых, судя по всему, указывают на то, что когда происходит вспышка, волна от сверхновой взаимодействует с веществом вокруг звезды. Это вещество излучает, и мы видим это в спектре, в виде узких линий водорода. Если мы видим такие линии, то значит вокруг звезды намного более плотная среда, чем обычно. Может, просто заметно выше плотность межзвездного газа. Но еще вероятно, что вокруг звезды уже есть вещество, которое сама звезда выбросила до этого. Как в случае с этой киле. Если звезда, которая до сих пор присутствует в центре этой туманности, вспыхнет полноценной сверхновой, очевидное излучение и выбрасываемое вещество при этом будет взаимодействовать с туманностью гомункул. Псевдосверхновые, по своей как бы яркости, иногда приближаются к таким сверхновым типа 2N. Плюс еще и спектры таких событий похожи. Так что не всегда сразу получается их отличить друг от друга. Особенно, если мы поймаем такое событие в самом его начале, и оно будет достаточно мощным и выглядеть будет как сверхновое. Спектр будет похож на сверхновую. А вот для того, чтобы посмотреть, как событие поведет себя дальше и сохранится ли звезда, времени пройдет еще мало. Так, собственно, и бывает. Сначала событие классифицируют как сверхновую, а потом через какое-то время оказывается, что... А, нифига. Это был импостер. Известные примеры — это события SN 1954J и SN 1961V. Как можно понять из названий, SN — это супернова. То есть изначально их классифицировали как сверхновые. Но потом решили, что это могли быть псевдосверхновые. Но на самом деле природа этих двух примеров до сих пор окончательно не ясна. Как же их тогда отличить? Ну, учитывая, что энергия как сверхновых, так и псевдосверхновых бывает разный, на первом этапе это сделать непросто. И даже спустя какое-то время многие события сложно уверенно отнести к первому или второму типу событий. Но попытаться можно. Во-первых, полноценные сверхновые, как правило, происходят гораздо быстрее. Они могут быть на пике яркости, скажем, недели. Здесь, например, показано изменение блеска для разных типов сверхновых на масштабах десятков дней. Это, конечно, упрощенный вид, и в каждом из типов может быть свой разброс. А вот если мы вспомним ту же великую вспышку, то она длилась годы. Но это тоже не идеальный индикатор. Некоторые сверхновые типа 2N, на которые псевдосверхновые похожи больше всего, могут оставаться яркими гораздо дольше. Еще во многих случаях уже через несколько дней после начала вспышки, становится ясно, что в пике событие будет не дотягивать до сверхновой. Следующее важнейшее отличие в том, что после вспышки псевдосверхновой звезда не погибает. Значит, нам нужно ее найти. Но это может быть не так-то просто. Звезда, пережившая вспышку, для наблюдателя на Земле будет намного тусклее. Ведь ее теперь окружает выброшенное ею вещество и сформировавшаяся в этом процессе пыль, которая блокирует значительную часть излучения. Не сказать, что эта киля хорошо видна на этих снимках. Туманность хорошо скрывает двойную звезду в центре. На самом деле она блокирует до 90% света звезды. Но это излучение, естественно, не исчезает в никуда. Оно поглощается веществом вокруг и переизлучается в виде инфракрасного излучения. По такому излучению можно даже в теории узнать свойства звезды в центре и массу выбросов. Ученые пытались так найти выжившие звезды для некоторых кандидатов, однако тут пока все не очень ясно. Для уже упомянутой мной SN 1961 V авторы этой статьи, например, не смогли уверенно определить звезду прародителя и пришли к выводу, что вероятнее, это все-таки была полноценная сверхновая, просто необычная. Но все же это не единственный способ. По идее, выжившая звезда должна постепенно становиться все ярче в видимом диапазоне. В конце концов, оболочка из газа и пыли вокруг звезды, образовавшаяся после выброса, не просто такая сидит и ничего не делает. Она расширяется, становится постепенно все более прозрачной для излучения, и если в центре таки осталась звезда, однажды она должна вновь стать видимой. Попытки отследить такой процесс для ряда кандидатов тоже предпринимались, но для этих конкретных примеров все упиралось в недостаточность данных. И авторы таких исследований в целом приходили к выводу, что однозначно тут сказать ничего нельзя, и еще нужны дальнейшие исследования. Считается, что вспышки, которые можно спутать со сверхновыми, как правило, характерны для определенного вида звезд. Яркие голубые переменные. Во-первых, это очень массивные звезды больше 40 солнечных масс. Главная звезда в двойной, это Килле, как раз относится к этому классу. И это одна из самых массивных звезд в нашей галактике. Сейчас ее массу оценивают примерно в 100 солнечных, это при том, что она могла уже потерять 45 масс Солнца. А вообще, яркие голубые переменные — это именно этап в эволюции массивной звезды. Небольшой промежуток времени, после которого звезда может перейти на следующую стадию и стать звездой Вольфа Рае, ну а после уже вспыхнуть сверхновой. Уже из самого названия «яркие голубые переменные» видно, что эти звезды, ну, переменные. То есть их светимость меняется со временем. Это могут быть как и регулярные изменения, после которых звезда возвращается в исходное состояние, так и огромные вспышки, которые навсегда меняют звезду. Это как раз великая вспышка Эта Киля и другие аналоги кандидатов в псевдосверхновые. Интересно, что до сих пор неизвестен механизм того, как такие вспышки происходят. Если сверхновые еще как-то описываются, хотя там тоже далеко не все так очевидно, то вот со столь мощными выбросами, после которых, тем не менее, звезда выживает. Все совсем туго. Учитывая, что звезда на финальных стадиях эволюции, она может быть очень нестабильна. Плюс яркие голубые переменные очень... яркие. Их светимость может в миллионы раз превышать светимость Солнца. При нестабильности могут возникать периоды, когда шаткое равновесие между гравитацией, пытающейся сжать звезду, и давлением излучения, направленного наружу, нарушается. На некоторое время гравитация проигрывает и происходит выброс. Звезда теряет большое количество массы, но затем баланс на какое-то время восстанавливается. Но все же в научных статьях обычно ученые пишут, мы плохо понимаем механизм выбросов. А в интервью говорят, мы понятия не имеем, как они происходят. Говорят ли псевдо-сверхновые о том, что звезда скоро вспыхнет настоящей сверхновой? Ну, тут смотря что понимать под скоро. В любом случае мы тут в основном говорим о массивных звездах, которые и так живут мало, считанные миллионы лет. Так еще они и так уже находятся на финальных стадиях эволюции и уже нестабильны. Так что в целом, да, они по идее должны через какое-то время уже вспыхнуть полноценной сверхновой. С одной стороны у нас есть пример события SN2009IP. Массивная звезда более 40 солнечных масс была открыта в 2009 году, и в течение трех лет на ней наблюдались мощнейшие вспышки, и ее отнесли к псевдо-сверхновым. Но потом, в 2012-м, произошла еще одна вспышка, и есть большая вероятность, что это уже была настоящая сверхновая. Правда и тут не все на 100% ясно. Остается вероятность, что звезда пережила и события 2012 года, но если она все же погибла, то вспышки импостеры произошли прямо перед финальной вспышкой. С другой стороны, великая вспышка этой киля началась почти 180 лет назад, но настоящей сверхновой еще так и не случилось. Хотя, конечно, в масштабах космоса и 180 лет это мгновение. Современные модели не предсказывают такие выбросы прямо перед вспышкой сверхновой, но тут проблема в том, что финальные стадии эволюции звезд в принципе сложно моделировать. Так что тут нужно разбираться дальше. Вообще псевдо-сверхновые могут быть более широкой категорией. Есть намеки на то, что похожие события могут происходить и на гораздо менее массивных звездах, в районе 8 солнечных масс, или на желтых или красных сверхгигантах. Даже наша любимая Бетельгезия, которая все никак не взорвется, по идее перед полноценной вспышкой может пережить и такое событие. В целом эти явления продолжают изучать, и лучшее понимание механизмов может помочь понять процессы, которые протекают в звездах, их эволюцию и, возможно, научиться лучше предсказывать сверхновые. Целый год без процентов по кредитной карте и гарантированное бесплатное обслуживание. Альфа-банк. Крупнейший частный банк в России. Итак, значит, звезды могут устраивать события, которые кажутся вспышками сверхновых, но на самом деле такими не являются. Но бывает и обратный процесс. Звезда подсовывает нам не сверхновую импостера, а ничего. На этом снимке 2007 года кругом обведена звезда N6946BH1. В 2009 она начала постепенно становиться ярче, а затем в 2015 просто исчезла. Никакой супермощной вспышки сверхновой в видимом диапазоне звезды будто не стало. Возможно, это объясняется таким явлением, как неудавшаяся сверхновая. Когда звезда заканчивает свою жизнь без вот этих всех фейерверков и напрямую коллапсирует в черную дыру. Масса N6946BH1 примерно 25 солнечных. И, как я уже сказал в начале, обычно мы ожидаем, что все, что больше восьми масс Солнца, должно вспыхивать сверхновой. Но, видимо, это не так. У этого вопроса есть две интересные грани. Во-первых, один из главных инструментов астрофизиков — это физические компьютерные симуляции. Хоть у нас и есть некоторые способы узнать, что примерно происходит внутри звезд с помощью астросейсмологии, но все же это, как правило, косвенные и очень ограниченные данные. А пронаблюдать, что происходит в недрах звезды еще и в такой экстремальный момент, как вспышка сверхновой, практически невозможно. Вот ученые и пользуются компьютерными моделями. Они основываются на наших современных представлениях и на законах физики. Кто-то может к ним относиться пренебрежительно, мол, какое отношение к реальности имеет то, что ваш комплюктор показывает. Но тут не стоит перебарщивать. Модели часто успешно воспроизводят реальные наблюдаемые процессы и даже предсказывают какие-то явления еще до того, как им найдется экспериментальное подтверждение. С другой стороны, надо понимать, что модели и наши знания тоже ограничены. Так вот, дело в том, что долгое время, пытаясь воссоздать вспышку сверхновой у массивной звезды в симуляции, ученые испытывали проблемы. Они не могли заставить звезды взрываться. Лишь не так давно, с учетом новых теорий, например, начав учитывать процессы, связанные с нейтрино, компьютерные модели стали более успешно воспроизводить сверхновые. При этом очевидно, что звезды таки взрываются и очень часто. Но с другой стороны, тоже не так часто, как хотелось бы. Это вторая грань. Так называемая проблема красных сверхгигантов. Некоторые участки неба наблюдаются уже десятилетиями. Соответственно, если вдруг в таком участке происходит какое-то событие, например, вспыхивает сверхновое, у ученых есть возможность покопаться в архивных данных и определить, какая именно и какого типа звезда стала сверхновой. Так они и делали, и обнаружили одну странность, связанную именно с красными сверхгигантами. Если менее массивные звезды, вроде нашего Солнца, в конце своей жизни, прежде чем окончательно погибнуть, расширяются и на сравнительно небольшой период становятся красными гигантами, то вот более массивные звезды с изначальными массами до 25 или немного больше масс Солнца становятся уже красными сверхгигантами. Опять же, наша любимая Бетельгейзия или Антарес являются красными сверхгигантами. То есть берем известные сверхновые, ищем в архивных данных, какая звезда была там до этого, и оказывается, что среди красных сверхгигантов это в основном представители с массами примерно от 8 до 18 масс Солнца. Складывается впечатление, что от 8 до 18 масс Солнца звезды спокойно себе такие взрываются, а вот почему-то после 18 уже не особо. В чем же дело? Ну, мы точно не знаем. Есть несколько вариантов, и, например, возможно, дело просто в том, что мы неправильно оцениваем массу для некоторых звезд. Скажем, их реальная светимость выше, чем то, что мы наблюдаем. Их просто закрывают скопление пыли, и они кажутся нам более тусклыми, чем на самом деле, и поэтому мы неправильно оцениваем массу. Но еще дело может быть в том, что мы наблюдаем меньше взрывов более массивных звезд, потому что их действительно меньше. После определенного предела по массе звезде просто сложнее взорваться привычной нам сверхновой, и скорее перед гибелью их происходит неудавшаяся сверхновая, и они коллапсируют в черную дыру. И N6946BH1 — это как раз пример такого события. Возможно, дело в том, что для того, чтобы взорвать более массивную звезду и разбросать по космосу внешние слои, нужно больше кинетической энергии. Одна из идей, почему может не происходить привычного взрыва, направленного наружу, связанная с этапом горения углерода. Естественно, речь идет не буквально о горении, просто это слово часто используют, когда говорят о термоядерных реакциях, протекающих в ядре звезды. Как мы знаем, в конце жизни звезды, когда в ядре заканчивается водород, начинают поочередно протекать реакции синтеза все с более тяжелыми элементами, в том числе и с углеродом. Но вот по одной версии, на этапе горения углерода в менее массивных звездах этот процесс происходит конвективно. То есть потоки вещества в процессе как бы кипят, опять же, не буквально, поднимаются и затем опускаются вглубь. Так переносится тепло из центра, в то же время запасы топлива в центре пополняются. Значит, такие реакции могут протекать дольше, и еще в этих реакциях вырабатывается нейтрино, которые легче покидают звезду, и так масса снижается. И получается компактное ядро. А вот у более массивных звезд такой конвекции может не быть, и потери нейтрино меньше, и получается более крупное ядро из плотного вещества. И когда такое ядро коллапсирует, ударная волна тормозит в этом плотном веществе и не может раскидать внешние слои звезды и привести к привычной нам сверхновой. В итоге, в случае с неудавшейся сверхновой, мы не наблюдаем вспышки, сравнимой с яркостью миллиардов звезд, а лишь кратковременное, менее значительное увеличение яркости звезды, а затем ее исчезновение. Хотя какое-то излучение может потом остаться, например, из-за того, что оставшееся вещество, которое не было раскидано ударной волной сверхновой, падает обратно на новообразовавшийся объект. Скорее всего, черную дыру. Кстати, на канале улицы Шковского было отличное видео, где подробно описывалось то, что по современным представлениям происходит внутри звезд во время сверхновой. Почему они взрываются и какие типы бывают? Обязательно посмотрите, если не видели, там все гораздо хитрее, ссылку оставлю в описании. Ну а проблема красных сверхгигантов и стимулирует ученых перекапывать данные в поисках новых примеров неудавшихся сверхновых, чтобы понять, почему именно сверхновые типа 2π происходят реже у более массивных звезд. И пока успехов тут не очень много, но и задача непростая. Если полноценную сверхновую заметить достаточно просто, то вот с неудавшимися наоборот нужно будет искать не появление суперяркого объекта, а исчезновение одного из миллионов. Вот, например, я нашел исследование, в котором искали неудавшиеся сверхновые в данных, которые собирались 11 лет и изучались буквально миллионы звезд. И из всей этой выборки нашли три кандидата. Один из которых уже известный нам N6946BH1, второй в итоге оказался скорее переменной звездой, но вот третий оказался новым интересным кандидатом. Еще в одной статье, где использовали данные других обзоров, кандидатов не нашли вообще. И ученые сделали вывод, что неудавшиеся сверхновые либо редкие, либо просто слишком тусклые события, чтобы их заметили именно те обзоры, которые они использовали. Возможно, более чувствительные инструменты нового поколения, вроде телескопа имени Веры Рубин, будут находить такие события регулярно. Хоть пока конкретных примеров мало, но такие странные события, как N6946BH1 и тот факт, что пока в качестве прародителей сверхновых типа 2П находят в основном только менее массивные звезды, говорят о том, что нужно продолжать тему исследовать. И такие явления, как псевдосверхновые и неудавшиеся сверхновые, говорят нам о том, что на практике все намного сложнее и разнообразнее, чем показывается на таких вот простых картинках. Но тем космоса интересен, что всегда готовят нам новые сюрпризы. Друзья, тут со мной вышло видео на канале Кубрик, где я смотрел отрывки из фильмов о космосе и комментировал их с точки зрения научной правдоподобности. Получилось вроде бы интересно, ссылку оставлю в описании, обязательно заходите, смотрите, подписывайтесь, там есть еще много чего интересного. Друзья, да, и вы еще, наверное, заметили небольшую рекламную перебивку помимо интеграции. Сейчас, поскольку на территории РФ рекламу отрубили и они не могут идти напрямую к гуглу, к нам вот пришли с таким небольшим предложением. Сейчас, в принципе, рекламодателей стало гораздо меньше, поэтому мы согласились. И вроде это небольшие 10-15 секундные вставки, я надеюсь, они вас не очень сильно будут напрягать и вы меня поймете. Тем более, что они тоже будут далеко не всегда, как и интеграции сейчас намного меньше. К тому же, я еще далеко не на все рекламы соглашаюсь и многим отказываю. Так что спасибо за понимание, огромное спасибо всем, кто продолжает меня поддерживать на Патреоне и на Бусти. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok